Сейчас будем разбираться в тонкостях этого визита с Марией Мезенцевой, Народным депутатом Украины, заместителем главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции в Европейский Союз. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Слава Украине, слава Евроинтеграции. Героям слава. Я бы хотела немножечко, ну, узагально ты, как говорится, на украинском языке, да, обобщить от всего вот эту тематику, которую мы сейчас будем поднимать. Все-таки, понимая прекрасно, что в условиях войны каждый визит, он имеет какое-то свое символическое значение. Так вот, давайте все-таки скажем, визит Урсулы фон дер Ляйен сегодня в европейскую, в украинскую, видите, оговорка, да, в европейскую, украинскую столицу, не случайный, не потому что речь идет, будет идти о тех пунктах для имплементации, которые мы должны сделать для того, чтобы вступить в Европейский Союз, или все-таки это скорее сигнал всем странам Европейского Союза для того, чтобы активно продолжать помощь по всем фронтам Украины, особенно, что касается поставок оружия, особенно, что касается возможности переубедить такие страны, как, например, Венгрия, ну и, конечно же, всяческая финансовая подушка до конца войны. Но и еще я хотела добавить, ведь у Еврокомиссии есть определенная функция. Это законодательный орган, он может правовые всяческие принимать базу для того, чтобы как можно скорее остановить войну, причем со стороны Российской Федерации. Опять же возвращаемся через влияние на такие страны, как Венгрия, например. Так вот, что все-таки на весах в этом визите? Друзья, точно уже то, что должен был принять и проголосовать в обоих чтениях украинский парламент, он это сделал по семи пунктам нашего задания. Вы помните, оно было предоставлено нам летом. Никаких дедлайнов, упомянутая вами Еврокомиссия, а для украинцев и наших слушателей по всему миру проще, скажем, правительство, потому что это те же министерства, а Еврокомиссары — это министры. А президентка Еврокомиссии Фандерляйна возглавляет данную институцию. Вот прекрасная женщина, которая идет рядом с послом Масимасикасом и сейчас на кадре, наверное, пожмет руку президенту Зеленскому в очень теплом приеме, который всегда президент осуществляет для госпожи Урсулы. Почему для нас этот визит исторический? Во-первых, саммит не должен был проходить в Киеве. Его планировали провести в конце декабря 2022 года в Брюсселе по очередности. Я была на одном из таких саммитов в Брюсселе. Хочу вам сказать, ну, обычная бюрократическая история, да, это был 18-й год, если мне не изменяет память, огромная делегация парламентариев была из Украины, целый самолет прилетал, и чиновников, и представителей неправительственных организаций. То есть это такое стандартное большое мероприятие. Чем отличается саммит Украина-ЕС этого года? Во-первых, сменой правил. Он проводится вне зависимости от всех обстоятельств в Украине. На столе переговоров, как вы видите, в порядке документов очень четко просматривается невозможное, которое стало возможным. Это прямые переговоры о военной помощи. Это конкретное выделение средств не только от разных стран Евросоюза, 27 партнеров, а конкретно от Европейского Союза как институции на поддержку нашей военной и оборонной сферы. Что интересно еще? Как вы правильно сказали в ролике, мы, став страной кандидата, мы впервые берем участие в саммите как страна-кандидат. Конечно, кто-то ожидает завтра громких заявлений, например, через два года, в конкретный день. Я как парламентарий хочу прокомментировать. Мы ожидаем, конечно же, максимально быстрого вступления в Евросоюз. Но нам нужно выполнить еще приблизительно 30% соглашения об ассоциации, которая была подписана в 2014 и 2015 году. У нас есть революционные подходы по экономике, было также обозначено промышленный безвиз. Этот закон, над которым я работала с коллегами, и он был, знаете, одним из самых быстрых. Мы его за 6 месяцев проголосовали от момента написания до второго чтения. Это вот европейцы, когда слышат, они говорят, Мария, это невозможно. Но у нас все возможно, и поэтому мы рассчитываем на... Мы, во-первых, достигли уже успеха. Нам Еврокомиссия обещает анализ проделанной работы по 7 пунктам, в которые входит и судебная реформа, и антикоррупционные органы. Мы ждем назначения главы НАБУ. У нас сформирована комиссия по... В том числе прогресс по конституционному суду и назначению судей, что не менее важно. Конечно же, закон о нацвеншинах, который будет дорассматривать еще венецианская комиссия. Закон о медиа. Вы помните, какими громкими... Обрастал он скандалами. Ну, проголосовали все фракции парламента и достигли максимального адекватного, хорошего текста, который подтвердил Совет Европы, в котором мы работаем с делегацией ПАСЕ на русском. Друзья, также дополнительно у нас энергетический пакет помощи. Мы помним, что количество генераторов, которые вне зависимости от всего, не включаем сейчас ни правительственной организации, волонтеров, а вот только деньги, которые потратила Еврокомиссия на Украину, равны одному блоку атомной электростанции. Это просто невероятная помощь в кратчайшие сроки. Давайте не забывать, что огромное навантажение, огромное давление на наш бюджет, половина из которого идет на нашу защиту, на наших невероятных военных, их выплаты. Есть также наши обязательства перед пенсионерами, соцработниками, медиками, учителями и так далее. Нам помогает в этом также Евросоюз. Вы вспомнили Венгрию. Именно эта страна блокировала пакет финансовой помощи 18,5 миллиардов. Что делать нам с этим процессом? Есть два мнения. На конференции «Будущее Европы» в апреле 2022-го население Европы сказало, хватит принимать решения в сфере обороны и внешней политики консенсусом 27. Пусть это будет консенсус большинства. Но вы знаете, интересным фактом мне вчера сказали наши партнеры, что как раз друзья-поляки могут противодействовать данному решению, потому что оно забирает у стран Восточного блока ЕС такое право вето, что может им не понравиться. Это дискуссионный момент. Но, друзья, нам нужно об этом думать сегодня, потому что украинцы будут голосовать о вступлении, это будет плебисцит, это будет референдум. Мы видим уже с вами по соцопросам, что почти 90% готовы проголосовать хоть сегодня. Но и 27 стран-членов, их лидеры, или премьеры, или президенты, как это было при кандидатстве, все должны нам дать зеленый свет. Нужно ли это менять? Это уже вопрос, скажем так, философии и работ науковых. Мария, хочется все-таки... Смотрите, я хочу привести сразу несколько цитат, чтобы мы продолжили говорить конструктивно, и какие-то выводы можно было уже предварительно сделать. Во-первых, напомню, уже мы об этом говорили в самом начале разговора, но тем не менее, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, примет она участие в саммите Украина-ЕС, который начнется уже, напомню, завтра. В Твиттере политик написала, что Европейский Союз поддерживает Украину так же твердо, как и раньше. Давайте я процитирую сейчас. Итак, написала Урсула фон дер Ляйен, что приятно вернуться в Киев уже в четвертый раз с начала российского вторжения. На этот раз с моей командой комиссаров, я цитирую, мы здесь вместе, чтобы показать, что Евросоюз поддерживает Украину так же твердо, как и раньше. И чтобы еще больше углубить нашу поддержку и сотрудничество. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии в Твиттере. Ну и так же, о чем сказал Жозеп Боррель. Он сказал, что, во-первых, прибыл в Киев, чтобы передать сильнейший сигнал поддержки от ЕС всем украинцам, которые защищают свою страну. Помощь ЕС достигла 50 миллиардов евро с начала российской войны, что тоже важно не забывать. «Европа была едина с Украиной с первого дня и будет стоять с вами до победы и восстановления». Это цитата Жозепа Борреля, главы дипломатии Евросоюза в Твиттер. Ну и сразу еще одна цитата будет. Я скажу, что ранее сообщалось, что лидеры Европейского Союза на саммите в Киеве не будут сообщать, что Киев сможет присоединиться к блоку в ближайшее время. А теперь еще цитата главы МИДа Украины Дмитрия Кулебет. Он сказал, что центральным вопросом саммита Украина-ЕС будет оценка прогресса, которого уже достигла Украина, и дальнейшее открытие переговоров о вступлении, которые коснутся также многих других тем, связанных с войной России против Украины. И еще, заканчивая буквально два предложения, лидеры после встречи письменно подтвердят, что будущее Украины и ее граждан связано с Европейским Союзом, но на самом деле перспектива присоединения Украины к ЕС остается отдаленной. Понимаете, тут можно долго обсуждать и реформы, и те решения, которые были приняты. Хочется понять, а насколько отдаленно? Меня-то интересует результат в первую очередь. Я скажу противоположную тезу. Вот это то, что мы видели в дипломатических и евроинтеграционных кругах, потому что всегда, вы знаете, готовится документ. То есть он не является сюрпризом. На саммите подписывают документ, который заверен сторонами после обсуждений. Дальняя перспектива, может быть, мы можем перевести на более приятный и понятный язык, перспектива на самом деле очень близкая. И, как я сказала в самом начале, друзья, все зависит от парламента, от исполнительной власти. Мы видим, какое лидерство сильное занимает президент Зеленский в этом. Могли ли мы рассчитывать, что на вторую неделю вторжения Украина подаст заявку на членство? Это шокировало в позитивном осмыслении этого слова весь мир. И то, что мы сумели голосовать, как, например, парламент это делал, 30-40 законов в неделю, не останавливаясь в том же здании, с обсуждениями, с дебатами, с фидбэками от очильницы, да, и ее институция Урсулы фон дер Леан, от Еврокомиссии, мы уже достигли прогресса, друзья. Нам должны были дать фидбэк по нашим семи пунктам осенью 2023 года. Мы уже в октябре привезли прекрасную новость из Брюсселя, работая там с коллегами, что это состоится весной. Напомню, друзья, мы уже в начале февраля, а весной наступит меньше, чем через 30 дней. Поэтому является ли это хорошим прогрессом и перспективой? Однозначно. Коммунике нужно воспринимать позитивно. Действительно, мы не ждали даты вступления там. И если кто-то ее ожидал, то это только так называемое, знаете, колядувание и вангование. А мы люди конкретные и люди дела. Поэтому тут очень четкие задания. Но ЕС никогда не ставит дедлайн перед страной, которая является кандидатом. Это остается право за нами. Мы определим вместе с украинским народом, который борется сейчас на разных фронтах этой ужасной войны, которую не ожидал Евросоюз, который создавался в поствоенный период Второй мировой войны, как проект мира, а не проект войны. Но, как вы видите, по всем цитатам и госпожи Урсулы фон дер Ляйн, и главного министра иностранных дел Жузеппа Борреля и других комиссаров, они же министры Европейского Союза, что до Дня Победы Европейский Союз остается с нами. Я думаю, так же, как во время революции достоинства европейцы не видели столько флагов Европейского Союза в Киеве и других городах, так же нам очень приятно продолжать видеть их поддержку и наш флаг в разных столицах, маленьких и больших городах по всему миру. А так же хочется сказать спасибо за ту продолжительную финансовую помощь, ну и, как мы сказали, военную помощь. И не забываем, друзья, 10-й пакет санкций очень скоро, бриллианты, которые должны перестать продаваться в Бельгии, в городе Антверпене, русские бриллианты. Те санкции, которые касаются энергетики, Роса, там, Лукоил и так далее. Это все кормит эту войну. Мы должны это остановить. И пропагандистские каналы, которые имеют одну французскую лицензию, их там очень мало осталось. Но это тоже, знаете, такие щупальцы русского кальмара, которые пытаются еще в конвульсиях влиять на процессы, которые необратимы. Россия потеряла почти 30% своего ВВП. Мы будем видеть более устрашающие цифры в грядущем квартале. Но мобилизация не поможет. Мы получаем серьезную военную помощь. Мы встречались сегодня с производителями немецкого оружия. Я не могу говорить детали, но, поверьте, очень серьезные, интересные новости нас ждут в ближайшие месяцы. Это касается не только леопардов, это касается более серьезного сотрудничества в оборонной сфере. Вы знаете, вы уже практически ответили на тот вопрос, который я хотела задать, но я его немножечко еще раз конкретизирую. И, может быть, немножко еще вы добавите что-то. На самом деле, нам же ведь важно не столько видение нашего будущего в Европейской Союзе сейчас. Нам главное сейчас, чтобы как можно больше наших украинцев, наших граждан остались живыми. И у них было будущее. И это же будущее хочется видеть своими глазами, а не потом уже через призму какой-то истории. Поэтому сейчас, как вы сказали, очень важно видеть все возможности, чтобы закрыть любые доступы к зарабатыванию денег России в обход санкций, в половинчатыми какими-то решениями Европейского Союза. Теми же лоббистами, которые еще не до конца свои деньги российские отработали и продолжают баламутить воду в Европейском Союзе. Но чтобы этот поток прекратился и не было просто фактически из чего вбрасывать войну. Так вот, десятый пакет санкций. Насколько там все уже конкретно и понятно, насколько он действительно еще сильнее закрутит эти гайки экономики Российской Федерации. Не про жителей России, сейчас говорю, которым будет сложно выживать в данных условиях. А про правительство, которое берет деньги жителей Российской Федерации и перенаправляет исключительно на оборонный сектор, чтобы воевать и убивать украинцев. Насколько вы видите, что это действительно реалистичные не только слова и флаги, а реалистичные конкретные действия? Здесь и сейчас. Девять пакетов мы уже прошли с болью, с кровью, с обсуждениями. Десятый пакет близится. Мы с вами немножко затронули энергетику и экономику. Давайте не забывать и о персональных санкциях. Они также будут связаны с пропагандистами, те, кто поддерживает режим, политиками. Наше предложение было очень простым. Если мы санкционируем всех членов партии «Единой России», а их по стране приблизительно 2 миллиона человек, это уже серьезный ресурс. То есть они не смогут пользоваться шенгеном, они не смогут тратить свои деньги, непонятно каким образом заработанные в тех же странах есть и так далее. Эти предложения, кстати, бриллианты. Мы предложили запрет по бриллиантам в октябре в Брюсселе. Вот уже эта теза, скажем так, официально озвучивается нашими партнерами из Еврокомиссии, что приятно. Приятно, что к нам прислушиваются. Нам постоянно говорят, пожалуйста, любые смелые идеи, там, где мы что-то упустили. И также приятно, что институция, которую мы сейчас видим с вами, Европарламент и прекрасный флаг, который на первом плане развивается в Страсбурге, предложили и уже утвердили резолюцию документ, которая закрывает и накладывает санкции дополнительные на тех, кто не выполняет условия предыдущих принятых пакетов. Это называется закрытие луп-холлс. То есть закрытие пробелов в санкционной политике. Да, это нелегко, потому что, опять же, нужно единство всех. С Венгрией обязательно нужно работать. Нам это предстоит и по закону по нацменьшинам, с нашими румынскими коллегами также. Ну и давайте не забывать о сопряженной теме. И позвольте 10 секунд последних. Это НАТО, саммит, который близится летом. Там тоже нас блокирует более пяти лет заседание на уровне министров иностранных дел, министров обороны. Именно сторона венгерская. Уверена, партнерство и на парламентском треке, и на уровне правительства нужно выводить на более успешный и нестандартный уровень. Пока Венгрия остается в составе ЕС, и нам нужно принимать правила игры, но и также изменять их, как это делает Украина последние 11 месяцев, под свои национальные интересы. Да, хорошо. Спасибо вам огромное за этот оптимизм. Мария Мезенцева, народный депутат Украины, заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции в Европейский Союз, только что была с нами на связи.